Сейчас будем придумывать что-то, блядь. По жизни, ребят. Поставим им Т. Не слово больше. Т-банк. Он такой один. Эба, да? Ну ладно. Давайте мы угадаем ваши мысли. Люди помладше просят вернуть 2017. Но почему-то никто не просит вернуть им 97-й год. Возможно, потому что вы еще не посмотрели это видео. Поп-музыка 90-х это моя отдельная большая любовь. Я просил вернуть. Не только моя. Но замечали ли вы когда-нибудь, что история музыкальных 90-х в России отчетливо делится на два периода. В первой половине десятилетия песни звучат вот так. Да, челы. Это хуйня. А во вторых... Рак. Вперед, блин. Вот так. О, нормально. Все дело в том, что где-то в середине 90-х в нашу музыку проникает один вирус, который переворачивает, так сказать, всю игру. Этот вирус называется рейв. Рейв-культура полностью меняет наше представление о том, как должны звучать радио-хиты, как должны выглядеть клипы, как должны одеваться исполнители. И, в принципе, очень многое из того, что принес нам тогда рейв, осталось в русской музыке до сегодняшних дней. Интервьюз Фроси у Хоффман. Бля, кстати, во, интересно звучит, ребята. Сейчас пойдем смотреть, скорее всего. Сейчас все расскажу. Меня зовут Николай Редькин. Вы на канале Брокен Дэр. Типичный день рейверши. Как? Что надо брать с собой на рейв? И ваши лайки с комментариями особенно нужны, потому что они помогают. Я вам объясню, что брать с собой на рейв. И вообще, это приятно. Предисловие закончено, и мы погнали. Мы погнали. Гагарин тут возник не случайно. 14 декабря 1991 года с этой даты мы начинаем нашу историю. В Москве проходит Гагарин-пати. Первый большой рейв. Павильон космосного ДНХ. Несколько тысяч людей танцуют под электронную музыку. Всем все очень нравится. И это прям событие, потому что впервые так массово советские люди, а до распада СССР остается буквально пара недель, соприкасаются с электронной музыкой. И с технокультурой. Это не означает, что там играла техномузыка в нашем теперешнем понимании. То есть такая бешеная... Это интересно сейчас. Мне просто интересно. Техно. Когда появилась техно? Конец 80-х. Тогда впервые советский человек или что там столкнулся с техно? Так она появилась в 90-м году, бля, вначале, нахуй. В принципе, все столкнулись. Все, поехал, я разъебываю. Потом на это долбил. По факту разъебываю. Просто когда любую электронную музыку очень часто называли техномузыка. И что еще интересно, тема космоса. В России. Да какая разница? Ну просто он говорит, в 90-м году, в 91-м. Рэйв появился в конце, самом 80-м, начале 90-х. Поняли? Вот так вот выглядит его афиша. И туда пришел, допустим, самый настоящий космонавт Алексей Леонов. Запомните этот момент. Круто, бля. Он нам потом пригодится. Почему именно это? Это в Америке, да. Был, а не какой-то другой космонавт, скажем. Потому что Кагарин первый. Нас же интересует их первый. После этого такие вечеринки начинают проходить регулярно. Рэйвы становятся чем-то очень модным. В начале 90-х появляются клубы, клабберы, которые туда ходят, диджеи, которые там играют. И про это, допустим, с интересом делают сюжеты телеканалов. Одни считают, что эта мода пришла к нам вместе с компьютерными компьютерными играми. Другие полагают, что это отбиски нью-йоркских вечеринок-трансвеститов. Выходят даже электронные пластинки. Например, сборники «Мозг-убийцы». Первая часть в 93-м, вторая в 94-м. Звучат они примерно вот так. Бля, вот это раньше музыка была, да, заебатая? Ну, рэйвы. Просто приходишь на концерт, стоишь. Например, сборники «Мозг-убийцы». Первая часть в 93-м, вторая в 94-м. Звучат они примерно вот так. Но рэйвы и... Но музыка это все-таки такая андеграундная культура, которая почти никак не пересекается с массовой поп-музыкой. То есть с музыкой, которая играет по телеку и по радио. А звучит она, я вам напомню как. Это такой прям олдскульч. Микс советской эстрады, остатков красного диска и шансона. Новые молодежные явления в России пока не очень хорошо приживаются. То есть это такие две параллельные вселенные. Клубная танцевальная музыка и поп-музыка. Они пересекаются, но редко. Например, в виде вот этого человека. Его зовут Богдан Титамир. Он в большей степени неизвестен как рэпер. Но на своих первых альбомах он смотрел и куда-то в сторону танцевальной музыки. Или вот певица Лик. Она тоже... Рэп? Рэп. Ее первый альбом так и называется. Рэп. Но в каких-то таких полутанцевальных оранжевых. Танец мой, бестный такой. Вот это заебись вообще. Или мистер Малой. Вот это какой-то, блядь. И который не одобрил бы Роскомнадзор. Буду погибать молодым, да. Но если пробежаться по его альбому, вы там услышите много танцевальных, чисто хаусовых треков. Я, кстати, слушал его альбом, а что он нормальный? Я на жабу учить. А это все, конечно, капли в море. Это рэп, ребята. Однако из этих капель постепенно собирается целый узор. Вот эта группа MF3 и ее фронтмен Кристиан Рэй. Имя у него настоящее, потому что у человека чилийский корень. А это вот его клип «Наше поколение», где он смешивает хип-хоп, рэнвиди и танцевальную музыку. Для 95-го года это жесть, как модно. Это называется стиль, блядь. Это хоп на конце, как его? Трип-хоп, по-моему, это называется, блядь. Вообще к рэйву отношения никакое вообще не имеет. Что ты сейчас показываешь? Модный, как мы сейчас говорим, продакшн. А сделал его человек по имени Андрей Грозный. Музыкант и аранжировщик, который очень любит джаз и соло. Но кроме этого, он еще и очень амбициозен как продюсер. Ему хочется сделать что-то такое, что гремело бы отовсюду. Самый простой вариант, это сделать герлс-бэнд. На западе как раз вовсю гремят спайс-герлс с их первым альбомом. И вот они с Кристианом Рэем находят трех красивых девушек. Ольгу, Варвару и Полин. Блестящие какие-нибудь? И в 96-м году выходит их альбом. Группа называется «Блестящие». Ебать, я угадал, нихуя себе, блядь. В чем же тут рэй? Просто первое, что в голову пришло. А дело в том, что при создании образов группы, Грозный ходит в клубы и вдохновляется тем, что там происходит. В то время в моде был легкий транс. Рэйв молодежи. Я тоже легкий. Поэтому ходил в клуб «Титаник», стоял в углу под колонкой и пытался врубиться. В том же «Титанике» я впоследствии встретил Жанну Фриске. Но первой в нашей трассовке появилась Оля Орлова. Бля, про что здесь рэйв вообще? Вот это Жанна Фриске, это, конечно, круто все, но это вообще... Вся была в рэйв движение. Разноцветные волосы, короткие блестящие... А, он про поп-музыку рассказывает, все-все-все, я затупил. Мне показалось, что это будет интерес. Противовес какой-нибудь Апиной и все это из советской эстрадной. Папсе. Тут надо проговорить еще вот такую вещь. Что же такое рэйв? Очень многие исследователи видят связь между рэйвами 90-х и психоделия 60-х. То есть яркая одежда, музыка и движение, как путешествие внутрь себя и до вещества, расширяющее сознание. О, не поддерживай, блядь! Не надо мне вот это... Вы видели? Вот он сам интервью брал у этого, блядь, Гребняка. Вон, насмотрелись... Еще в ранней рэйв-культуре практически нет сексуализации. Девушки, как и парни, носят мешковатую одежду. Штаны, комбинезоны, ботинки на платформе. Возьмите ту же группу Space Girls. Как она одевалась в начале карьеры? Яркая, эффектная, но без подчеркнутой сексуализации. И вот у группы... Ну вообще интересно, да, кто пишет скип, тот долбоеб просто, что я вам могу сказать. Мне интересно на самом деле. Несколько музыкальных периодов. Вы, возможно, запомнили их вот такими, но в 90-х... Чего? Не надо мне вот это показать. В году все выглядело и звучало вообще по-другому. Это была очень рейверская музыка. В одежде кислотные образы, в клипах ранее наивная 3D-графика, а в песнях сплошные какие-то дальние планеты, небесные тела и космические полеты. Бля, ну это рейв. Музыкальные авиасейфы. А, говно, блядь, наебали мне на деньги, блядь. И, конечно, вот этот мяукающий голос Оли Орловой, которая пела очень отстраненно, легко, нежно, без эстрадного надрыва, как будто шептала тебе на ушко свои пицы. Тиктокерские на выход, да-да-да. Кодом позже, в 97-м, блестяще появляются на обложке жутко модного журнала «Птюч». «Птюч», да, я помню его. Прочее, я не застал, наверное, уж, но знаю, что такое было. Обратите внимание, что девушек уже 4. К ним присоединилась Жанна Фриске, которая скоро станет в группе главным секс-символом, ну, вы знаете. И тогда же, в 97-м, у блестящих вышел альбом «Ремиксы», где-то песни уже взялись популярные диджей, например... «Диджей Иванов и группа «Триплекс», «Роман Рябцев», «Диджей Дэн», «Диджей Скай». «Диджей Дэн, блядь!» «И вещи в абсолютно разных стилях». «Диджей Дэн, блядь!» «И брейкбит, это и эмбиент, и так далее». «Эмбиент, брейкбит, такие... Используются такие технологии, как компрессор, лимитер». «Одобные или клабхаус». «Очень интересные вещи». «Выходит музыка из оборудования благодаря таким технологиям, как АУКС». «Ты их послушал, а ты, наверное, просто их не слышал, то называть нас немодными было бы просто обидно». «Немодными их, правда, назвать очень сложно. Послушайте этот альбом, он вам может напомнить кого-то из современной музыки. Ну, допустим, группа «Кримсода» вам вспомнится не раз и не два. «Я не помню, кто это.» «Кстати говоря, песни из этого выпуска лежат в специально собранных плейлистах и ждут ваших посылок». «Ебать, у него реклама, блядь!» «Закрепленном комментарии будут все ссылки». «Да я уже третья реклама, ты, ну, не заебал вообще честно. «И возможно...» «Вначале, потом вот этих придурков рекламируют, и тери это пиздец». «После этого вам самим захочется написать свой электронный фит». «Блядь, мне самому захотел три рекламы сделать, братуха». «Да блядь, ты заебешь, блядь!» «Блядь, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Получайте из-за них...» «Все, я понял». «И вы живете в другом городе?» «Да я понял». «Бестселлер, автор хитов Ивана Дорна, Рома, вас подберут». «Вы знали, что IT-специалисты получают около 800 тысяч рублей в день?» «А всего лишь пройдя курсы вы столько будете получать». «Поехали дальше». «А это вот спикеры курса. «Рома бестселлер, автор хитов Ивана Дорна, Рома Капелла». «Он работал с топ-артистами» «Адубаска Дэн Баска» «О, это вообще заебатая группа». «Я думал, это один человек, если честно, раньше». «Плюс еще, вы получите бонусом второй курс на выбор, также год английского от...» «Да блядь, это все еще реклама, блядь!» «Просто перейдет от песен про небеса к песням про более земные вещи. То есть променяет романтику недоступного на комфорт чего-то родного и понятного всем. «Мы? Ну, отчасти мы». «Ну, понятно». «О, MTV, да?» «Я думаю, это заставка под MTV сделана или что?» «Российский герлс-бэнд, который соединил эстетику Рэйва с приемами поп-музыки. А кто же был первым бойс-бэндом, спросите вы? А это название вам...» «Вот да, я только спросил, блядь». «Отлично, знакомо». «Это группа Иванушки Интернешнл». «История там практически отдельная». «Ой, я там хуярил, вон я сижу, блядь!» «В середине 90-х, значит, есть продюсер Игорь Матвиенко. До этого он записывал совсем другую музыку». «Будет объяснение, как какать, да?» «Жигловцы, Володя Шарапа». «А тут вдруг решил попробовать себя в молодежной нише и реализовать свою давнюю любовь к электронной музыке. По сути своей, я электронщик. Мне и певицы электронные сейчас больше нравятся, чем R&B. Энни, Робин, Ля Ру. Можно вспомнить, что еще до любая в конце 80-х Матвиенко придумал электропоп-группу «Класс». Но именно 90-е и рейв-культура дали ему новую творческую энергию. В 95-м году он решает создать группу из трех парней и двух девушек. «Моя мама фоткалась с ними, серьезно?» «Но девушки, в итоге, отсекают». «Ой, с рыжими, с Иванушками Интернешнл, прикольно, блядь». «Ой, блядь». «Как это часто и бывает». «И остаются только парни». «Это Игорь Матвиенко, продюсер группы «Любе». Ну вот ему что-то захотелось, чтобы потанцевали не только под, значит, как-то под АТАС и под Станцию Таганскую, а и под более...» «Да, блядь, ну лучше песни петь, чем интервью ему давать, блядь». В 96-м году у них, прям как у блестящих, выходит первый альбом. И вот если сейчас вы его переслушаете, то удивитесь, сколько там рейва. «Ебать, реально, нихуя себе!» «Я и думал, Иванушки Интернешнл это что-то такое, блядь». «Чё-то по радио играть, пока на дачу едешь». Он почти весь такой быстрый, хаосовый, с клубными электронными аранжировками. И интересно, что на альбоме очень много переделок старых песен. Допустим, первый сингл «Вселенная», это называется «Мы возьмем старую песню группы «Ронда». «Тоже является частью вселенная». И добавим в нее немножко скорости. «Чего? Не надо мне вот такого!» «Блядь, ну говно, конечно. Может быть, потому что у меня скорость такая, блядь, это ужасно звучит». Еще пару песен Матвенко взял из репертуара той своей группы «Класс». Что вы знали о безотходном производстве? Ебать, это, представляете, раньше уже перепевали песни старые. Малина, сладко на губах. Да, какая песня ужасная, ужасная. Малина, сладко на губах. Лучше не стало. Но первое время песни не стреляют, и Матвенко придумывает гениальный ход. Бля, удивительно, почему? «Править Иванушек выступать на школьной дискотеке». Это называется «На дворе стоя лихие 90-е, сниппетов в Инсте еще не было, и мы тестили музыку как могли». «И как бы, наверное, есть смысл как бы существовать вместе со своим поколением, как говорится, на одной плоскости, а не выходить в какие-то немыслимые дебри, скажем так, огромное количество современных разветвлений музыкальных и так далее, и так далее». Бля, какой он запутанно разговаривает, бля, чуть не состарился, просто как он, просто одно предложение, вы слышали, да, развил просто. «Эти записи сохранились для истории». «Блядька, ужасы, так всегда и три раньше давали». «Иванушек в школах» — это вот прям точно схваченный дух времени. Они, можно сказать, принесли рейв на детский утренник. «Ха-ха-ха, это мои концерты, блядь». «Е-бой, а ту силу, блядь!» «Что, у Машки, где случается прорыв с песней «Туньчь», однов из самых волшебных вещей 90-х». «Э-э-э, стой, да не говори так быстро». «На трип-хоп». «А как я ускорил, я тоже так...» «А как я это сделал, блядь?» «Главное, к ней снят очень эстетический клип, где есть космические корабли и дальние планеты». «Блядь, а как я это сделал?» «Рейв, космос», вы же помните, да. «И в том же 96-м году Иванушки появляются, где бы вы думали, на обложке «Туча». ик на пробел пауза прилагается ими хуясь и зажимаешь пробел блядь и удел горе сей борисов автор множество проекте он делал индустриал в составе конечной паспект а в 90-х записал тех послушать не хочет опасно своему стиль для драмка крутая конечно остальное говно драмка еще мясо да драмка вообще жир пиздец на седьмом у них выходит вы сами догадаетесь альбом ремикс где песни превращаются в какие-то клубные версии себя дальше у иванушек будет интересный поворот у них выйдет практически трип-хопа второй альбом а в 90 я правильно сказал да трип-хоп в году из группы идет самый яркий творческий участник игорь сорин а потом из жизни мне кажется трип-хоп снова должен вернуться по идее но это другая история ее лучше как-нибудь рассказать отдельно просто факт после этого иванушки станут совсем другой групп вообще девяносто шестой год был интересным в плане взаимодействия в плане рождения меня рейва и поп-музыки рейв его герои понемногу начинают проникать из клубов на телек и на радио один из хитов этого года счастье есть диджея грубо пионера клубного диджейнга он засамплировал речь михаила горбачок на пиратской станции выступал еще раз ёбчу и положил ее на такой мягкий дрим хаус играла по всему каналу или уже девушка лика которая добавляет к своему имени слова старые выпускает альбом больше чем любовь где есть самые разные тронные треки от трип-хопа до хэппи хардкора а песня одинокая луна с того альбома до сих пор свежо и классно звучит давай русский размер который записал целый альбом с шансонье профессором лебединским где они перепевали популярные хиты тоже в такой хэппи хардкоровый манер очень дико что-то в этом есть очень странно мне конечно заебись что 90 это время экспериментов но давайте признаем что не всегда они были охуенные эксперимента 97 год был даже интереснее и тут ярко сияет еще один наш герой этот человек из новосибирска его зовут павел есенин он растет в музыкальной семье его отец джазовый музыкант ничего удивительного в новосибирске было король хэппи хардкора 3 джазовой столицей россии начала 90-х он увлекается хаус музыкой и начинает сочинять первые композиции из 17 от конца по списку очень мягонько то есть с одной стороны это танцевальные аранжировки с другой стороны есенина нет нет да и унесет куда-то в new wave слышно что он любит и джаз и соул и софисти поп из 80 музыка в порнухи в начале игры но первой песни конечно ужас был если не доктор секс у меня называлась доктор секс были она вы также альбом название софисти поп из 80 доктор секс внимание на сцене доктор секс там выпускает танцевальный трек своего проекта орбита который разлетается по местным сборникам оказывается у есенина не только талант аранжировщика но еще интересный тембр и мелодическое чутье послушаешь это пам-пам пам-парарам и потом не можешь его выкинуть из головы весь день но второй сингл парам-пам-пам-пам парам-пам-пам-пам плюс у есенина случается конфликт с его бизнес компаньоном и он возвращается обратно в новосибирск больше он петь не будет то есть будет но короче чуть попозже все узнаете в новосибирске на заказ и помимо всего прочего делает для студии союз два альбома новосибирскому певцу александру медведь у него такой странный никнейм который звучит немножечко по-французски шура и где-то там еще ходит новосибирский танцор митя но про него мы попозже поговорим и вот шура разъебывает начинается история есенина как поп композитора которого мы знаем и любит первый альбом шуры сам а я знаком лично с его продюсером и ничего на всю музыку писал в таиланде тусили и говорит писался он стран какие-то треки если не доставал из архивов начала 90-х а какие-то сочинял на ходу а тексты к песням шура писал как сегодняшние фрешмены пишут свои хиты чуваку вообще лет сорок пять что-то такого до сих пор вообще весь но я не буду ничего говорить ну ничего запрещенного я вам отвечая не но просто прям хулиганит такой хулиган за пятнадцать минут чувак до сих пор на запись традиционным двухчасовым опозданием и на вопрос где текст он весело заявлял что сейчас напишет и действительно писал на написание стиха уходила примерно минут 15 после чего следовало его немедленное исполнение и в этом смысле 2 альбом шуры конечно а это он его продюсер это по он павел есенин как раз таки нихуя себе там будут и джази с павлом есениным знаком получается из так думать или чё блядит мы и вообще звук помоднее но и на первом есть такие моменты которые чуть-чуть подкрутить до современных стандартов и даже сейчас название бы доктор секс жестко раскачать вечеринку я если что буквально давайте вспомним вечеринку ствол двухлетней давности где шура как раз исполняет свой трек 97 года это реально так вы это современное чё там пиздит были а всё да это современные я думаю чу за более румбля 90 и во-вторых там ну ты ну вот это разносит лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай были неожиданные трекинг. Это самый, наверное, интересный. Два года назад все, да, я затупил. Ну, вообще это самый интересный момент. Показал, сразу вывод сделал. Мягкий джази-хаус. Мы же помним Любовь Есенина к джазу, да? Кого-то в лифте едешь, классно. Или чисто синтвейв. Как вам такое? Бля, реально круто. И постепенно Шура становится большой звездой. Напомню, что у него еще такой очень эпатажный модельный образ, а концерты, ну, чисто нью-йоркские вок-балы. Но с Есениным больше он альбомов не записывал. А, ну все, я не о том, значит, говорил. Что 97-й год в России, это когда танцевальная музыка и поп-музыка окончательно слились. Наверное, самый яркий тому пример вот этот альбом ремиксов Иосифа Кобзона, который называется «На минуточку, я техно отдал все сполна». Ремикс делали российские электронные продюсеры, в том числе уже известный нам диджей-грув. И появляются какие-то совсем безумные проекты, вроде мистера Креда, музыканта из Екатеринбурга, который надел кофе. Ну это гений вообще реально. И стал с кавказским акцентом петь песни про клубы, про наркотики, про мафию. Чего не поддерживаю? Техно-долбежку. Не надо мне долбежку, блин. Дентая амазонка. Она записывает совершенно мозг выносит доктор секс, чьи хэппи-хардкор в духе немецкого проекта Блюмхен и поет смешными запитченными голосами. До тиктока оставалось. Покажи хотя бы. С 5 лет они уже придумали. Он бы показал хотя бы, ну что за хуйня, блин. Техно-долбежку, блин. Опередившее время. Ну и хуйтей, ну прикольно, да? Если вы хотите подробнее узнать про все эти проекты, я вас отсылаю на канал истории русской попсы коллегу Кормунину, где он про них рассказывал. Блядь, да еще сколько реклам. Время, которое случается в 97-м, вот эти двое людей. Радио-диджей Самар, Сергей и Алексей. Они занимаются чем-то таким же, что и диджей-грув. То есть кладут на танцевальные биты всякие смешные нарезки. И выпускают это под таким же смешным названием «Руки вверх». Главный хит — это песня, где под буструю музыку говорит какие-то мелодии. Я, кстати, первых песен не слышал. Маленький мальчик. Вот серьезно, как бы к Жукову не относились, да, что там... Ну много я слышал мнения, что он там... Ну это обычный там... Певец ртом там... Ну, блядь, музыка у нее реально очень крутая пиздец. Вот ты слышишь старые его записи и думаешь, пиздец, как они вообще вот до такого уровня дотянули, ну, там, синты, барабаны. Очень по-современному чуваках голова работает. Реально прям шарит пиздец. Пиздец, как шарит и шарил, и шарит до сих пор. Обычная песня. Вы знаете, да, что Сергей Жуков в американские группы постоянно продавал мелодии. То есть он настолько, настолько гениально вообще музыку писал, ну, именно вот это танцевальное, что у него покупали все мелодии. Есть же, если не ошибаюсь, которые... Вроде она, да, эту мелодию тоже у Жукова купили, если не ошибаюсь. Там много таких моментов было. Чуть-то все и понеслось. История любви в таком небольшом прогрессив хаос варианте. Прогрессив хаос. Что сделала группа «Руки вверх»? Она взяла вот эту вот рейвовую форму. Про него фильм сняли? Реально, я посмотрел. Тащила из нее космос, полеты, всю клубно-тусовочную часть и заменила ее дворовой романтикой. То есть нормальными песнями про пацанов, девчонок, студентов и так далее. Их первый альбом в 90-м году играет из всех тачек. А их второй альбом будет даже еще успешнее. Там будет хит «Крошка моя» и песня «Песенка», которая взорвет чуть позже. И очень скоро группу начнут копировать вообще все, кому не ей. И где-то в это же время в Новосибирске Павел Есенин тоже задумывает сделать свою полгрус. Но сам он после того опыта в Германии петь не хочет и вообще выходить на сцену отказывается. Не выйду, не нравится. К творчеству не имеет отношения. Не люблю внимания к себе большого количества людей в одном месте в один момент. времени. Поэтому придумывается интересное решение. Он и его друг Эрик Чентурия создают группу «Сор», среди которых уже известный нам Митти. Чентурия пишет тексты, а Есенин делает музыку и эранжировки. И поет фонограмму, под которую потом открывает рот Митти. Группа называется «Хай-фай». И помните, я говорю... О, я с ними знаком лично тоже. ...иенко было безотходное производство. Так вот, по сравнению с Есениным, это все детский лепет. Потому что он взял и отдал на первый альбом группы «Хай-фай» очень много своих старых треков. Я реально с ним бухал, я серьезно говорю. Ну, там есть песня на английском. Инструментальные композиции. И, допустим, тот самый хит группы «Орбита», который мы уже слышали. Ну да, есть такой момент. В том же самом неизмененном виде. Потому что, ну, зачем добру пропадать? И, значит, альбом... Блин, такой звук интересный. Я не могу, блядь. Прорывным, и у группы «Хай-фай» начинается долгая карьера, которая, в принципе, еще не закончилась. Есениной Чентурия... Доктор с доктором секса, да. Много хитов. В попомниках он будет выступать сольно и уже со своим настоящим голосом. Но вот этих рейверских деталей будет становиться в их музыке все меньше. А Есенин к концу нулевых почти целиком уйдет в написание музыки для кино. Бля, я его лицо видел. Вот сейчас показали, вот я его точно знаю. И, конечно же, человек, без которого разговор о проникновении рейва в поп-музыку будет не пол. Это петербуржец Юрий Усачев. В середине 90-х он увлекается хип-хопом и немножко помогает с продакшеном такой диско-рэп-группе А2. В ней танцует и поет бэк-вокал девушка по имени Ева Польна. Ну, это ужас, конечно. Он в 96-м году вместе с Антоном Дмитриенко придумывает группу «Чугунный скороход». Они записывают эклектичную музыку от хардкора до джангла, но с такой некоторой долей провокаций. Допустим, один из их ранних синглов назывался «Шамиль Басаев». А, я слышал эту песню, блядь. Классно называется. А параллельно сэль... Блядь, психи ебучи. Ну, наверное, не поддерживаю, блядь. Ну, как, наверное, не поддерживаю. Усачев делает еще больше... Ебой, что за бред, блядь. Немножко, говорит, провокация. Небольшая щепотка провокации, блядь. Ага. ...экспериментальный проект, для которого привлекают своего... Психи ебаный, блядь. ...музыканта Евгения Арсеньева. И уже известную нам Еву тоже берут в состав. Проект называется «Гости из будущего». А помогает им знакомая Юрия. У нее есть свой лейбл «Звезда Рекордс». Она мне сказала, что готова издать альбом нашей группы. И жанр может быть абсолютно любой. Нас с Арсеньевым это настолько вдохновило, что мы сели и за ночь записали полноценную лайв-импровизацию. В итоге у нас получилась длинная пятичасовая сессия, которую я потом порезал на куски. И вот из них вышли уже более внятные фрагменты. И первый альбом группы «Гости из будущего» через сотни лет. Это вообще не то, как вы себе представляете эту группу. Это концептуальный альбом про космос, про время, про вселенную. Там звучит трип-хоп, эмби, даунтемпо. То есть музыка спокойная и медитативная. Наверное, самый ближайший здесь аналог это британский проект Future Sound of London. Ева еще даже не поет песни. Ее голос просто используется в них как инструмент. Альбом не вызывает большого резонанса, но группа уже готовит второй. Гораздо более танцевальный время песок. Он выходит при поддержке DJ Groove, и в нем Усачев реализует свой старый любовь. DJ Groove представляет, бля, крутые обложки были, да? О, нихуя! У него клип, напомните, ребят, клип он снял, в общем, песня у него вирусилась в ТикТоке, вот такой же там, драмка такая же. И у него весь клип снят от лица монитора. Ну, то есть, как будто он за компом сидит. От лица вебки, получается. Где он тусуется, напомните, как называется, я вам покажу. Где к нему друзья с пивком приходят, потом еще что-то там сидит. Лизагуб, эщ, эщ. Да-да-да, вот он, бля. Опять не случается. Да вот, напомните, блядь. Продолжал делать... Не, не диджей Дэн, ребят, не доктор секс, вот кто-то, блядь. Касс, аранжировки для поп-мусков. Он вот только-только стрельнул чел. А Ева продолжала танцевать. ХЗ пишет. В какой-то момент мы с ней пришли по мнению, что мы не сможем. Да, блядь, вы реально не знаете, блядь. Стида большого количества людей нашей творчества. Ну это я шкире, ребята. Мы не адаптируемся под массовую культуру. Да не русский он, не-не-не. Только сделаем это аккуратно и не просто. И дальше вы знаете. Гости из будущего переформатировались в поп-группу. Стали работать с продюсером Евгением Орловым, который до этого занимался отпетыми мошенниками. И написали прорывной хит «Беги от меня». Ваш хит «Беги от меня» вызвал море критики. Но судя по всему, вы решили серьезно заняться откровенной попсой. Наши конкуренты как раз говорили только что об этом. Конкуренты! Нет такого понятия попсам. Мы просто делаем что-то для кого-то. Мы что-то чувствуем и пытаемся это сделать так, чтобы это донести до всех людей, которые здесь, чтобы они понимали слова и хотели танцевать под это. А их первый поп-альбом, то есть альбом с песнями, получился очень стильным и очень разным. От хаоса и доунтемпа до каких-то д***ско вещей. Какой темпу еще раз? И всю первую половину карьеры, а группа просуществует долго, до 2009 года, гости будут звучать очень фирмен. И даже когда их возьмут на радио и на телек, они там будут гнуть свою линию. Вот просто пример. Они появляются на телепередачах песни огонь и играют там какой-то тяжелый клубный практически техно-эдит на свой хит. НЕЛЮБОВЬ. НЕСИЛЮБОВЬ ПОЩИДИТЫ ПАЦАНОВ. Ебать. НЕСИЛЮБОВ. НЕСИЛЮБОВ. НЕТ, НЕ ОН. БЛЯ, ЕДОМ НЕ ПОДСКАЗАЛИ. БЛЯ, КРУТАЯ ПЕСНЯ. ПОДСКАЗАЛИ. 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 Вы наверняка заметили, что этот выпуск не про артистов, а про продюсеров, определивших звук той эпохи. То есть про людей, которые очень долгое время находились за кадром. И вот последняя история в нем. О, группа демо. Вот это посмотрим, это интересно. Ее герой Дмитрий Пасалал. Здесь я ускорю. Он присутствовал в нашем рассказе все это время, но в качестве невидимого героя. Помните сборники «Москва убийц»? Вот там была его группа «Аррайвал», которая в начале 90-х играла такой депешмод. С этим мы сейчас «Доктор Секс» там. Диджей-дэнси наши, «Доктор Секс». А потом стала героями рейв-движения. Или вот Ликион. Бля, крутая песня. Стала героями рейв-движения. Или вот Ликион написал лучшие рейверские вещи и песню «Одинокая луна» тоже он. И вот в конце 90-х Пасалалов со своим другом продюсером Вадимом Поляковым задумывают создать поп-группу. Объявляют кастинг, куда приходит 17-летняя студентка Саша Зверев. Сколько, блядь? Да уроки надо еще делать. Какая группа? Иди отсюда, блин. Так рождается группа «Дэма». Кстати, как вы думаете, какую песню спела Саша Зверева на прослушивании? Я спела им Еву Польну. Вот этот вот трек ее тогда гремел везде. Я люблю тебя. Я больше не люблю тебя. И, наверное, история группы «Дэма». Какая-то противоречивая песня. Финальная точка русского рейв-попа. Нормальный юмор пошел. Ребят, тебе подписывайтесь на телеграм-канал. В 90-х. Вы уже наверняка устали слушать, что это была музыка небес, сфер космоса. Но ведь самая известная песня группы «Дэма», который... Бибинос, бля, кстати. Да, да, возможно. Вот, по-моему, сейчас вы сказали правду. Или вы к чему? Как раз про танцы в космосе. Про какой-то большой вселенский рейв. Интересно, что изначально Зверева не хотела петь «Солнышко». Песня оказалась ей слишком попсовой. Я такая крутая рейверш. Хожу в клуб «Титаник и луч», слушаю «Джанг». В «Титаник и луч» ходишь? Сядь, она голима. Так и сказала. Мне это петь стыдно. Но не надо стыдиться. Первый альбом группы «Дэма» 90-го года совершенно прекрасен и удивительный. В этой музыке как будто не было ничего земного. Она вся была такая невинная и непорочная. И музыкально она была тоже сделана в духе такого легкого поп-транса и дримхауса. Что ей очень шло. Давайте сделаем как с гостями из будущего. Просто посмотрим выступления группы «Дэма» на песне года 99. Мне очень нравится контраст между конференцами ведущих, съемкой людей в зале и тем, что будет происходить на сцене. Я помню, какие чувства были, когда в детстве смотрел это по телевизору. Вот полное ощущение, что сейчас передо мной открылась какая-то новая дверь, и я через нее улечу в новые неизведанные миры. Дальше все будет, как и во многих других наших историях. Поставалов спродюсирует первые два альбома группы «Дэма», на третьем его музыки станет уже поменьше, а потом он и вовсе уйдет. Саша Зверева тоже уйдет. В 2012 году. На ее место возьмут новую солистку. Сейчас Саша, кстати, популярный инстаграм-блогерша и мать четырех детей. Надо сказать, что в конце 90-х вообще был бум проекта. Я от инстасамки пизда за то, что детей снимаю. По принципу, человек из клубной рейверской тусовки находит поющую девушку. И тут особенно отличился город Ростов. Вы точно вспомните два имени оттуда. Первая — это певица-малолетка, который писал музыку Андрея Баскакова из танцевального проекта «Free in a house». Потом ей займется Сергей Жуков, она переименуется в «Акулу» и начнется совсем другая история. А второе имя — это певица «Света». Ей ставила звук ростовская группа «ППК», которая пару лет позже прогремит на весь мир своим трансовым хитом «Воскрешение». Соответственно, и звук у ранней Света был с сильным уклоном в транс. Такой очень атмосферный. Я раньше Свету постоянно слушал, реально, мне очень нравилось, когда пиздюком был, прям пиздец. Но это типа такой... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Классно, вот это, блядь, заебатая музыка, реально. Ром перед штилем. Уже начало нулевых, рейф как-то подзатихнет. Наступит эра более... Да, блядь, да, блядь! ...бленные фабрики звезд, потом эра гламура, клубная музыка... Ну, хуйня, короче, да. ...немножко поменяются. Это не значит, что рейф вообще исчезнет. Он тоже поменяется и будет существовать отдельно от поп-музыки. Но, как мы знаем, спустя время все возвращается. И вот в конце десятых и начале двадцатых молодые люди заново открывают для себя эту романтику небес, облаков и космических рейвов. Вот, да, ну лауд-то ладно. Остальные, конечно, представители рейва точно. Представители группы рейв, блядь. Да, это наша рейв-музыка. Согласен полностью. Да, 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 это вот тот самый рейв, ребят, на который мы все ходим. Это правда. Да, 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 это вот те самые, ребят, вот те самые, тот самый рейв, который сейчас очень популярен. То есть, да, да, да. Может быть, прошел какой-то нужный ностальгический цикл. А может быть, как и в девяностых, мы просто устали от того, что видим вокруг и хочется от всего этого куда-нибудь смотаться. В космос или на другую планету. Понятно, короче. Ну ладно, ну в конце припиздил жестко, блядь. Кто это слушает в конце, блядь? Ладно.